Приветствую всех любителей компьютерных игр! Сегодня на моём канале я подготовил для вас очень интересную тему ТОП-10 новых однопользовательских игр на ПК Именно в таких играх реальность и виртуальность сливаются, позволяя вам реализовать все ваши геймерские амбиции и стать частью больших игровых комьюнити Если вы ищете впечатляющие и захватывающие эксперименты в мире онлайн-игр, то это видео именно то, что вам нужно Так что не забудьте заглянуть под видео, потому что именно там вы найдёте магазины, в которых все новинки игровой индустрии приобретаются с хорошими скидками Assassin's Creed Mirage Наверное, не последняя часть серии Ассасинов, запущенной USB-сов в 2007 году Изначально авторы хотели выпустить этот проект как дополнение к Вальгала, но потом создали отдельный проект Территория вокруг внешнего мира не больше области, взятой из предшественников, таких как Ориджин и Одиссей История начинается в 9 веке нашей эры в Багдаде и расскажет путь становления Басима от вора до опытного убийцы Наставником станет 50-летний Рошан, у которого такие же идеологические взгляды на свободу и права человека, как и у невидимок Действие начинается в 861 году, когда город переживал свой золотой век, а главному герою было всего 17 Басим попадает в сложную ситуацию, из которой его спасает девушка Пара направляется в цитадель Аламут, которая стала базой для ассасинов Она будет обучать и помогать воришке осваивать боевые навыки Игровой мир разделён на 4 отдельные области Например, игрок побывает на промзоне, в живописных садах или на военной территории Вы также можете увидеть строительство крепости Ассасинов и Аламута Основа геймплея, как и в оригинале Паркур, скрытность и стелс-убийство Но игроков по-прежнему ждёт полная свобода в способах устранения второстепенных и основных целей На помощь придёт различное снаряжение, которое можно улучшать на протяжении всего сюжета Помимо оружия ближнего боя, уничтожить врагов помогут интересные ловушки, трубки со стрелами и интерактивные предметы, которые можно использовать в качестве заслонов от преследующих вас противников Для разведки местности, как и предшественников, можно взять под управление орла по имени Энкиду Baldur's Gate 3 продолжение культовой серии, сочетающей в себе не только обширный сюжет, но и полную свободу в выборе дальнейших действий В основе сюжета опасное и коварное зло, которое вскоре оказывается в Baldur's Gate Оно сразу же пытается взять ситуацию под контроль, пожирая всё, что видит Игрок не может победить в одиночку, он должен собирать целую армию, чтобы уничтожить могучного врага в виде древнего зла Сама игра представляет собой стратегию с добавлением ролевой игры Известно, что древнее зло способно овладеть любым жителем города и забрать его душу Такое опасное зло стремится взять под контроль всё живое, и конечно это нужно предотвратить В игре можно взаимодействовать со всеми окружающими объектами, что в какой-то мере может пригодиться в бою Известно, что основные события игры будут происходить после окончания второй серии, сто лет спустя Как уже говорилось ранее, главными врагами будет древнее зло, а конкретно представители расы элитидов и очень странные существа Они не только способны питаться разумом людей, но и обладают многими другими опасными способностями У них даже была своя личная империя, но к сожалению кто-то разрушил её, и теперь они хотят вернуть былую славу, которую у них когда-то отняли Также в игре будет присутствовать режим совместной игры с другими игроками Он будет предназначен для длительных сражений между собой, а не для борьбы с конкретным противником В целом в игре сделан полный акцент на свободу действий Это позволяет пользователю воспринимать игровой процесс с совершенно иной точки зрения Вы можете исследовать королевство, в котором будете находиться, или же вести постоянные сражения Игрок сам решает какой путь выбрать Персонаж, которого получает игрок, имеет свои способности и навыки, которые можно развивать и дальше Это достигается благодаря тренировкам и опыту в бою Как развивать персонажа и какие навыки выбрать, будет зависеть от предстоящих сражений Cyberpunk 2077, Phantom Liberty Это захватывающее дополнение популярной игры Cyberpunk 2077 Действие происходит в антиутопичном будущем Игроки берут на себя роль Ви, кибернаемника, который оказывается втянутым в шпионскую миссию с высокими ставками История Phantom Liberty начинается с того места, на котором закончилась основная игра Ви заражен смертельным нейрочипом Путешествие по опасному миру ночного города Игрокам предстоит разгадать богатую и запутанную шпионскую затею Наполненную поворотными сюжетами и трудным выбором В этом дополнении игроков ждут захватывающие шпионские приключения, наполненные новыми сюжетными квестами, выступлениями, битвами с боссами и динамичными событиями Геймплей предлагает увеличенный максимальный уровень до 60, что позволяет игрокам еще больше улучшить свои кибернетические способности и выполнять еще более сложные миссии Phantom Liberty представляет новый район под названием DuckTown, расширяющий и без того огромный и захватывающий мир киберпанка Благодаря новым персонажам и захватывающей сюжетной линии, игроки глубже погрузятся в темную и суровую атмосферу ночного города Star Wars Deadly Survival продолжит повествование о жизни Кэла через 5 лет после прошлых событий В этом галактическом экшен-адвенчуре с видом от третьего лица тебя ждет захватывающий сюжет, который погрузит тебя в мир, погружающийся во мрак Стоит ожидать сражений с новыми и старыми врагами, а также важными решениями, которые придется принимать Кэлу, чтобы спасти близких ему людей Теперь Кэл могущественный джедай-рыцарь, и тебе предстоит пройти вместе с ним через новые испытания Боевая система, основанная на кинематографических приемах, вернется с новыми способностями и стилями боя на световых мечах Ты сможешь творчески использовать все возможности и оружие, чтобы тактически справляться с усиленными противниками, а также решать загадки и преодолевать препятствия Тебе предстоит исследовать новые планеты и знакомые местности с уникальными биомами, вызовами и врагами Ты можешь освоить новые навыки, оборудование и способности, которые расширят свои возможности в борьбе, исследовании и перемещении Hogwarts Legacy – это захватывающая ролевая игра, которая отправит вас в увлекательное приключение по вселенной Гарри Поттера с открытым миром Вы можете путешествовать по знакомым и совершенно новым местам, встретить уникальных персонажей и завести дорогих друзей Вы увидите множество волшебных чудес, узнаете совершенно новые заклинания, научитесь варить самые сильные зелья и усовершенствуйте свои собственные чародейские таланты Описанные события будут разворачиваться на территории Хогвартса примерно в начале 19 века Пройдут годы, прежде чем здесь появится легендарный мальчик, но даже сейчас в замке не так спокойно Вы будете играть роль студента, который обнаруживает свои магические способности очень поздно Он получает возможность учиться в школе, но вскоре обнаруживает нечто весьма странное Вам дана уникальная способность воспринимать древнюю магию, так как не могут даже самые опытные волшебники Этот дар вполне может стать вашим проклятием и вы должны сделать самый сложный выбор в своей жизни Решив, использовать ли это умение во благо или притвориться, что его не существует Искушение возникает каждый день и вы должны бороться с ним и не поддаваться старому злу Решение о том, пойдет ли ваш ученик по пути зла или устоит перед искушением, зависит только от ваших предпочтений Эта увлекательная игра позволит вам в полной мере ощутить уникальную атмосферу жизни в Хогвартсе Вы будете посещать занятия, получать оценки своих знаний и изучать новые предметы Вам придется сражаться с темными волшебниками, используя против них все полученные знания От вашей роли будет зависеть судьба волшебного мира, которому вновь угрожает страшная опасность Вы можете написать свою собственную историю и вписать свое имя в легенды и мифы могущественного Хогвартса Lies of Pi это ролевая игра, основанная на знаменитой истории приключения Пиноккио Карла Каллоди На этот раз пользователь снова превратится в деревянную куклу и отправится в захватывающее и опасное приключение Цель стать человеком остается прежней, но постепенное развитие реальных эмоций и ощущений не сулит ничего хорошего Путешествие Пиноккио по темному миру возвращает его в прекрасное время Человечество почти исчезло, а города лежат в руинах Врагу царил хаос и не на кого было положиться в разгар всего этого Главный герой внезапно просыпается на железнодорожной станции, заброшенной в течении долгого времени Город Каллод, где вам предстоит действовать, был практически заброшен, а немногочисленные жители охвачены безумием Перед глазами мальчика, склонного к механике, лежит странная записка, на которой написано только одно слово Он должен найти господина Джепетто, который должен открыть ему секреты этого места и путь вперед Именно здесь начинается приключение, где ему придется столкнуться с суровыми условиями, опасностями и непреодолимыми препятствиями Пиноккио не человек, а механическая кукла, части тела которой меняется по своему усмотрению Делая это, он может приобрести совершенно новые навыки и способности, которые дадут ему преимущество в бою Игра предлагает интересную систему лжи, в которой Пиноккио будет постепенно превращаться в человека, независимо от того, какие проступки он совершил Alan Wake 2, вторая часть популярного игрового проекта, разработанного в жанре приключенческого экшена Первым делом познакомимся с главным героем, Алланом Вейком, писателем, который на протяжении длительного времени переживает творческий кризис В поиске выхода из своего состояния, Аллан вместе со своей девушкой принимает решение переехать в другой город, где его возлюбленная внезапно пропадает Главный герой немедленно отправляется на поиски, но понимает, что сделать это будет очень непросто, а ведь впереди преодоление массы преград и борьба с коварными оппонентами Что касается изменений, которые предлагает нам вторая часть, то нужно отметить, что они в особенности коснулись графической составляющей, которая стала еще более реалистичной А также линии сюжета, которая полностью переписана и порадует нас множеством тайн, неожиданных поворотов и событий Пройди все испытания, истреби зло и верни свою любовь Marvel's Spider-Man 2 Продолжение, получившее широкое признание Marvel's Человек-паук, основанное на культовом супергерое В сиквеле представлены два играбельных Человека-паука, Питер Паркер и Майлз Моралес Которые столкнутся с новыми и старыми врагами в расширенной версии Marvel's New York Проект продолжает историю предыдущей части, которая представила Майзла Моралеса как нового Человека-паука и рассказывает о появлении Гарри Осборна, зараженного симбиотом Симбион будет играть важную роль в сиквеле, он даст Питеру и Майлзлу новые способности и вызовы, а также выпустит на свободу чудовищного Венома, который станет одним из главных антагонистов В игре также появится Кровен-охотник, безжалостный наемник, одержимый идеей выследить самую настоящую жертву Кровен проверит навыки и моральные принципы Человека-паука, предложив ему присоединиться к нему или встретить его гнев Также представлены и другие злодеи из комиксов о Человеке-пауке, такие как Ящер, Электро, Носорок и другие Геймеры смогут в любой момент приключиться между Питером и Майзлом, исследуя более масштабную и детализированную версию Marvel's New York Для полетов на паутине стали доступны два новых района, Бруклин и Квинс, а также такие культовые места, как Кони Айлленд и Статуя Свободы Есть здесь и новые игровые механики, например, Крылья-паутины, которые позволяют протагонисту скользить по воздуху и совершать воздушные маневры Финал Фэнтези 16, приключенческая G-RPG, выступающая 16-й игрой в одноименной серии игр Особенностью сеттинга выступает то, что проект возвращается ближе к корням, предлагая исследовать полностью фэнтезийный мир, лишаясь технологичности и робомехов Однако технологии присутствуют, пусть и в меньшем количестве, нежели в играх предшественников Игровой процесс представляет собой экшен-РПГ от третьего лица, в котором вам необходимо исследовать огромный открытый мир, где вы знакомитесь с многочисленными персонажами и существами Герой предшествует не сам, по мере развития сюжета предстоит брать в партию разных персонажей, каждый из которых имеет свои уникальные способности и сражается при помощи индивидуального оружия Вы исследуете просторы Валестии, а ваша главная задача состоит в том, чтобы собрать материнские кристаллы, которые способны избавить мир от распространяющейся гнили Событие развивается в нескольких крупных регионах, среди которых Великое Герцарство, Розария, Священная Империя Сан-Брек, Королевство Валут, Тхалменская Республика, Железное Королевство и Кристальный Доминион Robocop Rogue City, приключенческий экшен, который отправляет нас на просторы научно-фантастического мира, где нам предстоит взять на себя необычную роль, роль робокопа Событие отправляет нас на просторы Детройта, где процветает преступность и коррупция, с которыми ты будешь бороться, применяя любые возможные способы В своем распоряжении большой арсенал вооружения и модификации, которые ты будешь применять на поле боя, уничтожая преступность на корню Игра представляет полную свободу действий, а поэтому важно принимать правильные решения в той или иной ситуации, ведь от этого будет зависеть исход событий Игра взяла свою основу в знаменитой трилогии об отважном и бесстрашном робокопе, а поэтому сюжет обещает быть максимально интересным и наполненным неожиданными поворотными событиями Порадует также и визуальное исполнение, точно проработанное и реалистичное, что обеспечит полное погружение в эту атмосферу Ну вот мы и подошли к концу моего топа Это были 10 самых захватывающих инноваторских однопользовательских игр Каждая из этих игр не только предлагает захватывающий геймплей, но и неповторимую атмосферу, уникальные возможности и возможность великолепного времяпрепровождения со своими друзьями Что касается вас, обязательно опробуйте все эти игры и поделитесь своими впечатлениями в комментариях ниже А пока оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал, не пропускайте новые видео, посвященные лучшим играм и геймерским новинкам Удачи в виртуальных битвах и до скорой встречи на моем канале Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok